Сейчас стою рядом с перекрёстом улицы Шевченко и улицей Пролетарской. Вот здесь вот здание Дома Советов, коробка. Вот это, кстати, Адамчик и Адамчик, это одно из первых коммерческих магазинов, который был построен в начале буквально 90-х годов, когда Россия стала, так сказать, независимой от всех-всех-всех. Вот сегодня, кстати, день России, когда была принята декларация о государственном суверенитете РСПСР, которая, в общем-то, явилась одним из спусковых рычагов к развалу СССР, так между нами говоря, а не какой-то праздник, там, День России. А что тётки намазанные им, какой-то зелёнкой, наверное, все ходят. Вот, как эти? Пяти моры морские, и парни тоже пошли. Вот, значит, вот этот вот Дом Советов, а вот чуть правее в этом пространстве, да, там находился Королевский замок. Сейчас там загороженная зона, что-то типа раскопок. Вот. По Королевскому замку всё пытается принять решение, восстанавливать, не восстанавливать, там, в каком объёме, за чей счёт, самое главное, наверное, потому что это не дешёвое мероприятие. Вот. А я сейчас подхожу к Верхнему озеру, оно так называется, в Калининграде. Точнее, это нижнее, 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 нижнее озеро. Верхнее, это я был в самом начале, верхнее, оно большое. А это нижнее озеро, нижнее прудо. Вообще, он назывался замковый пруд у немцев. Шлос, как там, что-то такое в этом роде. Вот, он прилегал к территории, которая, к замковой территории, которая находилась вот на месте вот этого Дома Совета. Так, просто пройдусь чисто символически по этой набережной. Вот тут вот летом всегда за этой площадкой открывают какую-то вот кафешку Амстелл. Ну, может, не обязательно Амстелл, но, в общем, летнее кафе вот тут разворачивается под тентами. Тут пиво, да, ну, такую жару, конечно, самое-то пиво сидеть и квасить, глушить. Вот. Ох, какая вода прозрачная, даже отсюда ставлю. Это даже нарадует. Конечно, не Родникова, тут грязь немножко, но потому что видно... Видно. Вот, он, конечно, стал намного чище, чем был. Вот, так он вообще был, как помойка. Ну, как и многие водоемы калининградок, которыми никто не занимался до определенного времени. Вот. Набережная такая здесь. Ну, набережной здесь толком не занимались тоже так. Только берег укрепили, а это старое. Вот это вот то, что мы видим. Деревья подрубили. Вот, пройдусь немного. Вот там вот пусты. Который соединяет... Ну, она разделяется в озеро на две части. Ну... Не хочет. Не хочет резко столкнуться. Вот это здание, вот новостройка полностью. Она, по-моему, еще даже еще не достроена. На улице Сергеева, по-моему, там она идет. Так что, конечно, тут верхнее озеро, нижнее озеро. Тут, так сказать, запутаешься. Когда вот не думаешь, так сказать, автоматически. И, знаешь, лучше, конечно, это называть, как и раньше. Замковый пруд. Ну, когда замок восстановит, наверное, и название тоже восстановит. Скорее всего. Потому что пруд есть, а замка нет. Лодочная станция на той стороне. Вот я вам об этом здании говорил, что он уже строится. Там забором еще обнесено. Да, он виден, что забор там остался. Кстати, не закончено строительство. Тут рыбу ловят тоже. Ладно, пройдемся чуть дальше, пока батарейки хватит. Может, хватит сил дойти до моста. До мостика. Ну, там какая-то, какая-то каменюха с какой-то надписью. Интересно. Наши не было. Сейчас мы к ней подойдем. Посмотрим, что там написано. О, дерево свежеподрезанное. В этом году, наверное, подрезали. Ну, или в прошлом, осенью. Да, посмотрим, что там. Не было памятной доски. Так. А, это наборежная Александра Маринеско. Да, и памятник Маринеско здесь тоже стоит. Вот это надо просто дальше пройти. Туда не знаю, хватит ли у меня электроэнергии. Ну, загашники батареек полно пока еще. Вон тут такой, на той стороне спуск. Так, с улицы Пролетарской к озеру. Ну, так, что-то, а, билетная касса, наверное, для лодочной станции. Маленькая лодочная станция. Два котировка стоит, и сколько-то еще плавает. Ну, вот, саму набережную здесь. Вот этот тротуарчик проложили такой. Ну, скоро, наверное, и плиткой уложат. Вот тут вот эти вот холмы облагородили. Высмокали все лишние кусты. Вот, и травку посеяли. Холмы облажили. Ну а это вот старые деревья, которые еще при немцах были посажены, это ива, по-моему, такая прибрежная. Вот, тут у нас, не знаю, как правильно назвать, офис, что ли, наверное, передающий центр и студия «Россия-1», российское телевидение и радио. Находится офис главный российского телевидения. Там калининградское телевидение тоже сидит, как-то там сбоку-то. Ну вот, вот здесь вот видно остатки немецкой набережной, вот этот ободок. Из бетона он сделал, но пооббивали там, что-то осталось и уже хорошо. Вот сейчас поближе, точнее пояснее увидим вот это российское телевидение. Девчонки песенки поют. Вот, а вот там красная крыша, это музей калининградский культурика, культурный, историко-культурный музей. Это такое название у него. Непростое, то есть непростом исторический музей там, или краеведческий. Вот, ну, в общем-то, в его основе экспонатов лежит Калининградский областной краеведческий музей, который был на улице Горького, вот в старом немецком доме. А у немцев на этом месте, где сейчас музей, стоял театр. Ну, разваленный театр, такие крутые разваленные. По ним еще лазил, там без крыши, стены высокие, разваленные с загляденья, прямо. Тот, кто меня часто смотрит, тот знает, что я обожаю разваленные. Вот, ну, я не к тому, что надо бомбить все, чтобы развалин было больше. Но, как говорят, если они есть, то я вырос у них в развалинах, в этих, в Калининграде 60-х годах. Ну, подходим. Мост наш, это с российской постройки. Тут, может, вообще был наш такой советский, который был, как бы, отремонтированный немецкий, но он такой убоденький был, драненький и разваливающийся. Вот тут сейчас это дело подремонтировали. Ну, до него я еще дойду, потом мне, наверное, придется сделать галф обратный для фотографирования, как я это часто делаю. Вот тут озеро немножко вправо заворачивается. Он тоже такой советский был, спутно сделан, но его достаточно примитивный такой. Его там разукрасили картинками такими. Наши ребята, вот остапки видны еще немецкой набережной. Вот они, кусок, кусок такой стены. Тут МММ, блин. Вот катера и яхты. Ну, вот, вот Флезер опять вот чуть заворачивает вправо, за мостом. Там еще один мостик есть. Вот, но там моста не было. Вот, у нас. может было у немцев там у нас у кого не было или было там что-то такое страшное развалины вспоминать страшно вот этот новостроенный здание что там будет я не знаю российское телевидение ратио тут хорошее место мне нравится сейчас видим здесь был огромный заросший деревьями пустырь вот это все озеро и причем то даже к берегу озера было невозможно там ну не ко всем участкам берега можно было подойти он был такой загаженный заросший болотистый там наверное такой же примерно участок остался где-то вот на той стороне он там возвращает такая сока то вот прям за лодкой плохо видно вот и вот берег вот примерно такой же был он по моему за мостом таким остался затем сейчас это пахнет вкусно на это бузина что ли цветет хороший запах сирень уже отошла каштаны уже отцвели я вот не помню прошлый раз здесь снимал по моему под вечер этот пейзаж или даже с той стороны вот я так вообще тут бываю реже чем там где она площади центральной но это понятно но всегда с удовольствием снимаю вот это уже начался забор музея здесь вот ну не знаю буду него заходить или нет решение принимаю на спонтанно так вот один из спусков немецких немецкая тумба уже вот это все это уже наши сделали наши не делали такую выпуклые мы просто вновь и скорее засадили бы там две железные палки и нормально вот а тут так сделано выпуклая вот собственно говоря вот в этом месте как раз находились вот эти вот развалины вот это вот тоже немецкая абсолютно все вот просто посмотреть чтобы какое она из себя вот такая грубоватая работа но достаточно такая прочная и долговременная ну мне нравится как это делается это не какой-то там полированный гранит но уже вот там вот 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 что я как-то пропустил этот момент. Сегодня уже 12 июня, что говоря, лето. Пока еще не в разгаре, но уже реальная, непограничная зона. Вот бордюрчик немецкий, а ступеньки наши уже сделаны. Вот этот музей, который построен на месте, ну развалины все снесли, но построили его на месте Кеннегсбергского театра. Какой театр, я не помню, то ли оперный. Подходим к еще одному мосту. Сейчас я, наверное, на него зайду немного. Там на той стороне находится памятник Летчиком эскадрильи Норманди-Аль-Ниман. Вот. А тут находится памятник Баринеска. Тоже я его неоднократно снимал. В общем-то, у меня снят, переснят. Вот там вот интересно, проход есть или нет. Вот памятник Александр Маринеска. Вот подводник командира подводной лодки С-13, который потопил транспорт Фильген-Гуслу в Даньском заливе, за что стал личным врагом Китлера. Вот. И в 90-м году, по-моему, при Горбачеве ему присвоили звание Героя Советского Союза. Но он умер в 63-м году. Вот. И никто на церемонии вручения от его родственников не присутствовал. Ну, вот я был, поскольку я тогда учился в Академии здесь. Нас от моряков пригласили. Вот, что, 15 января в Одессе. Вот. А так он, вот той памятной доске, которую мы изначально снимали, вот, он до 63-го года прожил. Вот. И потом умер. В общем, у меня тяжелая судьба была. Такая вот. не карьерная, скажем так. Ну, может, по его вине, может быть, по вине там других людей. Вот сейчас я пройдусь туда, все-таки я на эту набережную давно не заходил. Вот здесь вот она была частично отгорожена. Народ бухает тут потихоньку. Не пойдет. Да, вот тут что-то такое обрушающийся, обрушающийся пирс. Такой, как-как, съехавший. Вот. Да, и, в общем-то, вот сейчас мы посмотрим, какие тут были, какие тут были берега. В основном, в этом озере. Так. Ну, что здесь? Ну, вот, асука. Плиты. Вроде немецкий. Вот это, бордюрчик. Вот на той стороне. Да, ну, вот такой дикий берег. Ну, практически все озеро таки было. Таким у меня тут стало 6 минут уже на запись. Ну, все равно, пройдущий подальше сейчас. Вот. Для того, чтобы показать, каким был весь берег вот этого нижнего пруда. Утки. Это утки. Ох, интересно, утка. Залетела на ветку и крякает там. Это такие вот черные утки с беленькими носочками. Носами, точнее. Это носочки. Ну, вот оно, болото. Там оно идет, себя не ошибаюсь, там до улицы Черняховского. Вот сюда тут ветром тяну, мусор. В общем, вот такая тут картина уже. Не очень симпатичная. Кстати, это вот напоминает мне пролив Босфор. А точнее, бухту Золотой Рог. Вот, которая вдают, так сказать, в бережье. Вот. И вначале она там, так сказать, там чистая морская вода. Чем дальше, 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 дальше. Вот. Он сужается, сужается, сужается. И в конце концов превращается. Вот примерно вот где-то вот такой ширины становится. Как такая заводь. Вот. И запах тоже появляется такой. Не очень хороший. Вот тут то же самое примерно. Ну, ничего. Сейчас я все-таки пройдусь немного подальше. Засниму. Пять минут надо все-таки ускорить мне. Вот. И листый берег. Рыбаки сидят. Кто проходит? Я прикажу. Все. Прикажу. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ааа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Что за dietон cat跳, он于 У�инитский берег itsğu Kingdom в checked. вот какой пенек дуб здоровенный но не дуб и все что угодно дубы тут растут это клёны панорама на озеро бог нам еще такой мосток и силах я бы давно сюда уже не заходил ускорим немножечко все-таки передвижение для того чтобы побольше снять на но все равно не поместится ну тут аллея такая на вода тут мутная уже явная такая замутненная так вот тут такая дамба стоит вот света нижний плод наш как и верхний по периметру пройду скоро времени мне осталось две минутки но посмотрим посмотрим лестница много парадюрчик куда новенький тут вообще-то территория была закрыта до поддельного времени потому что я суда прошел это какой-то нововведение немножечко решили открыть доступ проходу вот пост так и тут скорее всего тут у меня батарейка сейчас закончится вот еще один участок вот этот самый который примыкает к улице черняховского этот давно уже не был миллион лет вот так